А чё у нас делает Олежек? Олежек у нас рисует. Опять какую-то хуйню делает. Это ты мне, что ли, будешь делать? Вот с этой стороны хотим сделать. Я какая? Это кто Олег? Я тут сажусь, ставлю свет на неё. И начинается. И начнёт заляпаться. Бля, хорошо, что я её руками не трогал. Я вчера Серёге говорю чисто теоретически. Представь себе, что если чуваку так сбрить голову, на лысо прям под ноги, и сделать череп в форме залупы. То есть здесь проёмка, где писаешь вот эта дырочка, блядь, и всё остальное вот так вот, череп, это будет само залуп. Такое можно сделать? Сейчас? Нет, не сейчас. Чисто теоретически, можно ещё васаби попросить, чтобы шрамирование сделать, чтобы у меня кожу так... Отрезал, да, так, чтобы она была выпуклая, здесь убым. Бля, прикинь, так человек залупа ходит. У нас таких полстраны. Опять мы в этом месте, мы делаем тату. В этот раз Юля хочет себе наколоть на анусе змейку. Можопит, да. Да, прям такую смачного мангуста, который проникает вовнутрь. А на самом деле сейчас увидите, хотя по названию вы уже знаете. Катана Хуяна. Вот мы находимся сейчас в тату-студии. В прошлый раз я был просто пьяный, поэтому не до конца всё записало. Кайя Инвекс на руку. Сюда хотим сделать. Ну а сюда уже как мастер, скажет. Видишь, я здесь пообрезал всю эту лишнюю вишуру, чтобы просто к ней подвязаться ледями. Не очень приятные ощущения. Здесь нормально, а здесь больно очень. Ты спишь? Кто? В общем, доделали сейчас вот такие шедевры, но пока мы только сделали эскизы, потому что в следующий сеанс мы будем её полностью соединять в один рукав. Мы хотим с Олегом сейчас провести такой небольшой, как сказать, коллаб, короче. Хотим создать человека за лупу. Нам нужен человек, который согласится стать человеком за лупой. Идея такая. Брием полностью на лысо. Вот здесь в области черепа делаем вот так вот надрез. Туда вставляем ипланты, чтобы было отверстие, как будто ты писаешь. Потом Олег просто татухами красными гримирует. Ну, не гримирует, а ебашит так, чтобы было продоподобно, как эта за лупа. И Вася здесь есть васаби, и он сделает пупырышки. Мы согласны всё это провести абсолютно бесплатно. Так что, кто захочет, пишите мне на электронную почту. Я на полном серьёзе говорю. Желаю всех от боли. Бля, а вдруг кто-то согласится? Есть человек-скрет. Кто хочет стать человеком за лупой, первым в мире, пожалуйста. Блин, рука болит пиздецка. Просто горит, особенно вот здесь этот логотип YouTube. Пришлось взять что-то для анестезии. В общем, чтобы притупить бой. Это не сигарета, нет, я Сиги не курю и скачу. Впечатление после того, как вы оказались на YouTube. Погонял отскриптонит, но я скоро рэп читать начну. Welcome to the game 2. Говорят, первая часть хуёвая, но я в неё играл. Правда, мы там обосрались, был такой момент. Вау-вау. Кто там нахуй? Сука! Вот такая замечательная игра. Хаскерская игра. Будешь свинину? Это будет влог, да? Сейчас мы проводим стрим. И те, кто присутствует на этом стриме, они будут в этом влоге. Покажи, сколько там человек. Правда, мы начали поздно. У нас очень часто блокируют интернет, поэтому... У нас сколько? Почти в час ночи нас смотрит... 645. Это не предел. Да, у нас было и больше. Большое спасибо тем, кто сейчас нас смотрит. Как правильно посылать человека нахуй? Нет, как реагировать, когда тебя посылают нахуй. Да, 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 да. Тут жалуются на что-то, на тупое лицо брата. Отправляем. Пиздато просто. Видите эти руки? Они нас благодарят. Вы не поверите, как же мне это достало? Опять нет света. Его выключают как минимум раз в неделю, нежданно-негаданно, без каких-либо там оповещений, уведомлений. Сидишь, придумываешь махериалы, у тебя... и всё. Да, писали, что нужно купить себе стабилизатор напряжения без перебойника. Но я этого делать не стал, потому что уже думал, когда я перееду, всё нормализуется с этим дурацким электричеством. Но пока давайте подведём какие-нибудь итоги. YouTube всё жёстче стал относиться к контенту на своей платформе, потому что у меня статистика просто хреновая. Почти каждое второе видео, оно не подходит для монетизации. Поэтому приходится иногда как-то перефразировать название, вместо «взломал компьютер» писать «проник в чужой компьютер». Ну, как-то вот так. У нас появилась вот такая маленькая киса. Култышбай даже с ней подружился, как ни странно, и даже её умудрился помыть. Что ты хочешь, дитя, кушать? Она любит сосиски. Так вот, на чём я остановился. Приходится контент как-то переделывать, переименовывать. И из-за того, что тебя лишают монетизации, видео не появляются у некоторых подписчиков. Потому что вот последний ролик, который я выкладывал, это там «взломал друга и удавил дипломку», он просто реально был кликбейтный. Мы там теги подобрали такие, что просто человек, который смотрит контент Донбасса, должен по-любому был его увидеть. Но нет. Из-за того, что очень часто публикуются видео, которые не подпадают под категорию монетизации, они просто-напросто не появляются в качестве уведомлений у моих подписчиков. Это очень стрёмно. И свет дали. Видимо, я правду сказал. Но вот от чего я больше охренел, это канал жизни ВИА. Мне кажется, его знает почти каждый мой подписчик. Человек, который занимался хакерством и посредством видеомонтажа. Сейчас, позавчера точнее, он был в тренде на 16-м месте. Я сначала не понял. ВИА и тренды, и тут я захожу к нему на канал и вижу 890 тысяч. Молодец, конечно, но я не знаю как. После того, что он снимал за счёт своих склеек, получилось попасть в тренды и добить такое количество подписчиков. И поэтому мне сейчас кажется, что основные каналы через пару лет захотят забанить из-за того, что правила ужесточаются и информационную безопасность вообще показывать будет нельзя. Потому что YouTube это платформа, как мне объяснили менеджеры, создана для развлекательного контента, а не для контента, на котором можно чему-то научиться. Поэтому я хочу постепенно переходить на этот канал. Контента у меня очень много. У меня есть блокноты, которые прям забиты. Хреново, конечно. Вот второй день. Первый – это логотип YouTube, кнопочка Play. VASD, кнопки бегать, Linux, драгоценный наш логотип канала. А вот, который мы сделали, уже сколько? Шесть дней прошло, да? Теперь осталось всё это соединить в форме микросхем, плат. Ну вот как здесь идёт, в принципе, что-то вот в таком формате. И будет готовый рукав. Такой день, кстати, я спиздил у Саши Спилберг. Перед тем, как я делать татуху, ночью посмотрел её видео, вывезла в тренды. Что-то у неё, по-моему, один миллиард просмотров на канале. Она решила себе сделать тату вот здесь, в форме такого логотипа. Я думаю, блядь, точно про YouTube забыл. Собрал очень много эскизов. Думаю, точно, вот это нужно мне тоже куда-нибудь добавить. Вот решили сюда такую формате минимализма. Ну и что касаемо трендов, опять же, увидел там видео Мамикса, других людей, кто снимает. Кто последний, тот получит деньги. Покупаю всё, что сможешь унести. Хотим сделать пародию на даун-контент. Например, покупаю столько пива, сколько сможешь унести. Нужно найти какого-нибудь алкаша и предложить ему зайти в наш магаз, чтобы он набрал себе столько всего алкоголя, сколько он сможет унести. И я это оплачу. Как вы думаете, это будет хороший формат для трендов YouTube? Пародия на даун-контент. Ставьте пальцы вверх и до новых встреч!